Всем привет, друзья! Наверное, вы из тех, кто подписан, смотрели предыдущие ролики и видели, что мы были на изоляции. И сегодня у нас день счастья, день праздника, который вчера ночью даже отмечали у нас, например, в комплексе. Огромное количество людей, как и мы, все с нетерпением ждали, когда же нас все-таки отпустят. С сегодняшнего дня, сегодня суббота, 12 марта, нам наконец-то начали выдавать пропуска на выход. Нас выпустили с требованием заполнить бланк. Куда мы направляемся, куда мы едем, что мы будем делать. Ну, складывается ощущение, конечно, что вновь нас собирается дальше держать под каким-то мониторингом. Не знаю, насколько это пройдет, но самое главное, что мы все-таки получили свободу. И, как вы понимаете, сейчас я уже не нахожусь в нашем комплексе, мы сегодняшним утром в 8 утра уже выехали. Куда выехали? Выехали на подработку. Заждались наши всякие агенты и так далее. Съемки. И у нас сегодня ладонька снимается. Фу. Ребята, это были очень необычные две недели жизни. За последние... Вот сегодня, ну, на данный момент это седьмой год моей жизни в Китае. У Настены это уже сколько? У него уже 10 лет как прошло. Может, 11 у нее идет. Ну, 10 лет у нее уже точно есть. Здесь, в Китае, у меня это седьмой год. И я, знаете, я никогда еще так странно себя не чувствовал в отношении жизни здесь. Я понимаю, что здесь другая жизнь, здесь другие законы, здесь все по-другому. Но я теперь, знаете, как-то по-другому себя ощущаю. Вот мы сейчас, даже сегодня мы ехали, знаете, вот мы ехали на эту подработку и думали, как будто мы, знаете, как будто мы в чем-то провинились. Как будто мы что-то сделали плохое, мы были в каком-то заточении, потому что так должно быть. То есть мы себя ощущаем, как будто мы выбежали или вырвались, или нас отпустили из тюрьмы. Вот какое-то такое ощущение, знаете, оно очень странное ощущение, очень скребящее, какое-то, знаете, вот как Настена сказала, какой-то черный камень на душе лежит. И вот именно с таким мы ощущением ехали, вот доехали, знаете, вот они сейчас там снимаются, а я здесь сижу и с вами общаюсь. Никогда еще так странно себя не ощущал. Ну да, везде маска, везде с собой, все помещения, это понятно, но, знаете, вот тот угол, который принял вот это все направление жизни в Китае ввиду непонятных усилений в отношении баранобесия. И вот, знаете, вот последней планкой, последней точкой стала именно вот факт того, что нам закрыли воду, перекрыли воду. И, понимаете, это ведь сделала управляющая компания нашим комплексом. Они прекрасно знают, что у нас есть четыре с половиной месяца дочь, и они все равно это сделали, понимаете. То есть логика такая, что я с ними общавшись, общавшись с нашей начальницей, которая также меня из школы моя, которая постоянно мне также пишет, ей пишут, видимо, она мне пишет, постоянно дублирует это все, чтобы мы шли, делали эти тесты там и так далее. Ну, я понимаю, можно сходить иногда, да, сделать. Но чтобы каждый день стоять в очереди, где находится огромное количество других жителей, там по 200, по 300 человек стоят в этих очередях. И для меня это непонятно. Я не могу себе, знаете, вот что называется, put these things together. В этих очередях стоять, это получается безопасно, да? То есть стоять, делать вот эти вот тесты. Ну, понятно, да, тесты могут быть, кто-то может сомневаться в эффективности этих тестов, кто-то нет, но факт в том, что если стоять в огромной очереди, чтобы сдать тест на вирус, который передается, хорошо передается воздушно-капельным путем, я считаю, что это абсолютно неправильно. Именно поэтому мы приняли решение иногда делать эти тесты, совершенно точно не ходить каждый день, не стоять в этих очередях. И самое главное, находиться дома в основном, что мы и делаем, мы постоянно сидели дома. И понимаете, им это не понравилось, и они для того, чтобы нас заставить, чтобы мы ходили, принудить, фактически это же принуждение, они нам в субботу, утром, прошлая суббота это была, они нам отключили воду. И вот этот, знаете, вот этот вот фактор, этот ключевой момент я принять не могу. И, знаете, теперь жизнь здесь будет идти по-другому. Нас вот этот комплекс открыли, получается, а вот это все, что рядом, оно до сих пор закрыто. Все до сих пор закрыто. Сейчас вот так вот здесь люди разговаривают. Ну да, ну а стадо как стояло на тесту, так и стоит каждый день по второму этаже ежедневная очередь. Ну, конечно, вот такая у нас здесь жизнь. Четыре охранника на входе, всех по QR-кодам. Слуха? Веселуха. Это наш бровейник. Мы сейчас думаем, что же делать. Вы прекрасно понимаете, и мы прекрасно понимаем, смотрим, все мы с вами следим за новостями, что же будет дальше. Одна, другая, третья, четвертая, пятая миллион компаний. Огромное количество покидают Россию. Ну, кто-то скажет, да, крысы бегут с корабля тонущего. Ребят, по-разному, конечно, можно относиться к слову патриотизм, к явлению патриотизма и так далее, но мы не будем сейчас обсуждать блогеров, которые убегают, мы не будем обсуждать людей, которые вот ищут там, где лучше. Ну, это всегда так, да, мы ищем там, где жить комфортнее и лучше. Другое дело, что, ну, что делать? Ехать развивать нашу страну. Что делать? Ехать поднимать наши бизнесы, поднимать наше производство. С одной стороны, да, какой-то есть в этом смысл в плане того, что, ну, если уходят всякие разные производства из нашей страны, значит, что? Значит, надо открывать подобное производство у нас. Другое дело, что будет с тем, что национализируют всякие разные производства. Там была, условно говоря, компания НСТ в России, да, ее начальство приняло решение уйти из страны, а все эти производства остаются. По сути дела, НСТ должна продать теперь эти производства. Но компания, ну, в России правительство примет решение, например, национализировать. Другое дело, как отнесется теперь владелец компании, там, какая там, швейцарская, или другие компании, как отнесутся, будут ли новые санкции и так далее. То есть, вопрос в том, что, ну, а что делать? Ехать в Россию, вот мы хотели уже все, осесть, уже жить. Все, в этом году мы уже собирались купить дом, там, да, вот. Все, уже, пожалуйста, живите, радуйтесь. И тут тебе такое. Понятно, что наша беда не настолько большая по сравнению с теми, у кого более серьезная ситуация, с теми, кто и в Украине находится, с теми, кто и в России находится, те, кто собирался ипотеки брать, те, кто хотели квартиру, например, купить, а сейчас ипотека подкинулась на 20%. И это, конечно, ну, ужасно все, да. Но загадка дыры-то в чем заключается? Что теперь делать? Ну что, как дальше? Ну, кто-то нам говорит, да, сидите здесь, живите здесь. Ну, чего, куда вы дергаетесь? И в этом есть смысл тоже. Но никто же не выгоняет, пожалуйста, выезжайте, что? Или выезжайте в другой город, или оставайтесь здесь, там, или... Ну, так или иначе, что делать? И, знаете, можно остаться, можно жить, можно дальше продолжать эти визы. Но мы теперь ощущаем себя здесь по-другому. Знаете, вот теперь вот это вот страшное ощущение того, что тебе опять могут отключить воду или электричество, или газ, не знаю, или все вместе сразу же. И теперь, знаете, вот после стольких лет, да, вот... Почти семь лет у меня, у Настены, у нее уже десять лет. И как теперь к этому относиться? То есть жизнь теперь в Китае, она прямо, вот, знаете, выглядит совершенно по-другому для нас. Прямо совершенно по-другому. То есть, понимаешь, получается, что... То есть это же не от какого-то там бандита, да, мы получили такой ответ. А мы получили этот ответ от государственных органов, которые нам прямо сказали, так вы либо идете сейчас делать, либо у вас воды не будет. Они нам так и сказали. Либо сдаете тест, либо мы вам будем засовывать палки в рот, либо вы в горло, либо у вас воды не будет. И вот это... И, кстати говоря, добавить еще вот сам факт того, что не давали нам разрешения на выезд, несмотря на то, что мы говорим, мы не собираемся сюда возвращаться, мы просто выйдем и все, просто отпустите нас. Мы, не знаю, мы в аэропорт сейчас поедем. Просто отпустите нас, и все. И нет. Ну ладно. Это теперь уже пройденный этап, и как к этому будем дальше относиться, это уже остается для дальнейших раздумий. Что у нас значит по текущей другой ситуации, касательно, например, автомобиля. То есть мы хотели же уехать на автомобиле в Россию и растаможить это все дело, даже несмотря на то, что таможня стоила там в районе 700 тысяч рублей нашего автомобиля. Это ужасно, конечно. Изначально было так, что мы думали, не, ни в коем случае такие деньги. Потом раз в России автомобили дорожают, мы думали, что нет, придется, значит, забирать. То на то и выйдет, значит. А теперь получается, что с падением курса рубля юань-то никуда не делся, доллар никуда не делся. И относительно этого всего таможня в России считает, расчет таможня ведет от курса рубля на дату подачи декларации на растаможку. А это значит, что по текущим курсам, если автомобиль таможен, то там уже свыше миллион сто нужно будет отдать за таможню нашего автомобиля. Понимаете, это же маразм, да, это же сумасшествие. Да, эти автомобили тоже в России подорожали, то есть наш автомобиль там уже за два миллиона перекатил по стоимости, он же поджили тоже продается в России. Но это теперь уже несовместимо как бы с разумными какими-то вложениями и так далее. То есть, наверное, нам все-таки придется продавать. Вот, несмотря на то, что здесь, в Китае, автомобиль мы уже много раз пытаемся продать, но его, знаете, продать крайне сложно за порядочные деньги. Хотя бы, знаете, там, например, у нас в автомобиле год и 4 месяца, условно говоря. И несмотря на то, что он практически в идеальном состоянии, его сложно продать. Даже за полцены, понимаете? За полцены, да, ну, можно продать. Но курс рубля упал так сильно, да, юань для нас вырос. И получается, что... Ну, я имею в виду для тех, кто в России, кто считает в рублях. Получается, что даже продав за полцены, ты уже как-то более-менее что-то приличное сможешь купить в России за эти же деньги. В общем, ситуация ахлая. И все вокруг в раздумьях, что делать. Кто-то уезжает в Турцию, кто-то уезжает в Португалию, кто-то думает про Аргентину или про Бали, кто-то в Таиланд, кто-то вроде бы временно, а кто-то думает о постоянном переезде. Потому что, что будет дальше, всех эта перспектива пугает. Потому что дефолт, опять же, в стране, кто-то говорит, что дефолт 98-го года помноженный на 2, на 3 и так далее. И это не радует. Да-да-да, я здесь записываю видео. Ну и, в общем-то, даже если бы мы очень хотели приехать все-таки на автомобиле, даже, например, если бы согласились на эти деньги, на миллион с лишним, которые нужно отдать просто за таможню, не говоря уже за эту всю дорогу и так далее. Даже, например, чтобы просто доехать до границы России, самое ближайшее, если из Шенчжэня, ехать 3,5 тысячи километров до Урум-Тси, то там получается платная дорога, то есть там только по платной, если ехать. И одна только платная дорога получается 2 тысячи юаней, а это уже по текущему курсу там, ну по старому курсу, грубо говоря, 25 тысяч рублей, по новому курсу это уже 40 тысяч рублей. Просто на дорогу, за платную дорогу нужно заплатить. Ну плюс бензин еще, там еще где-то, ну еще 20 тысяч, грубо говоря. Ну да, наверное, даже больше. Вот. И это только до границы России, да, а там еще 3,5 тысячи километров, не считая это времени. Короче, ребята, вы понимаете, это все очень было бы интересно как путешествие, но довольно сложно как с точки зрения перенести это все. Да. Ну что ж, не говоря уже о том, кстати, что во многие отели в Китае просто не пускают иностранцев. Вот. И на дороге они не стоят, отели, как вы понимаете, как это в России едешь, тут отель, там отель, там отель и так далее. Даже с заправками все не так легко. Ну, тем не менее, ребят, даже если бы мы хотели поехать, то все границы сухопутные с Китаем закрыты. То есть ни в Казахстан, ни в Россию въехать нельзя. И причем закрыты именно Китай. То есть Китай никого не пропускает, не выпускает. Да, ездят грузы, торговля идет, а вот людей не пускают. Несмотря на то, что ты, казалось бы, да, тебе не нужна никакая визита, ты просто едешь домой. Хрен, тебя никто не выпустит. Вот. И это вот еще дополнительно так подбешивает. Вот. Отсутствие возможности. Есть всякие не очень порядочные негативщики, постоянно меня оскорбляют, там всякую хероту по ним пишут. Ну, и те, в общем-то, сомневающиеся, которые так просто, знаете, пишут, типа, ну, а что же вы там тогда живете? Что вы там не уедете? Что вы столько времени там просидели? Ребят, я не буду говорить, что в Китай я поехал, потому что любил культуру, язык в первую очередь, смотрел на все это азиатское, азиатские девушки, там, это вся, да, вот эта вся, знаете, смесь такая. Язык мне очень хотелось, да, вот это все. Ну, да, я очень пытался полюбить Китай, и, в общем-то, его по-своему мне нравится, но мы приняли решение еще прошлым летом уехать, понимаете? И тут не надо ничего размусоливать, не надо ничего разглагольствовать. Почему мы досидели вот сейчас, до этого момента, когда у вас так все ужасно начинается? Что же это все такое-то? Нет, ребят, все случилось так, не по нашей вине. Ну, опять скажешь, да, ну, конечно, сейчас начнет оправдываться. Ребят, смотрите, мы прошлым летом хотели уехать, то есть, прошлым августом мы хотели уехать, то есть, мы закончили наши дела по контракту, свои работы там и так далее, все, мы собирались уехать. И у нас просто китайские авиалинии здесь, то есть, с кем мы здесь пытались, ну, во-первых, это были коронавирусные времена, да, то есть, ну, здесь в Китае они до сих пор, но в рамках таких ограничений мы не можем просто взять и уехать, потому что просто нет рейсов, да, то есть, они были супердорогие, либо, ну, то есть, там, чтобы вы понимали, там, в одну сторону, там, 200 тысяч рублей, да, то есть, разве можно позволить себе такой билет? Это сумасшествие. Вот, хотя кто-то летает все равно. Тем не менее, основная причина того, что мы не уехали прошлым летом, вот в конце прошлого лета, потому что нас просто не сажали. То есть, у нас уже было, там, 8 месяцев беременности, и, там, было, там, 7 с половиной, 8, и вот уже, когда стало 8, вот мы решили уезжать, да, но нас просто не сажали. То есть, мы с этими, там, собирались связываться, значит, билет купить здесь, 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 там, просто отказывали. А сколько времени, а сколько времени там? Нет, мы вас не посадим. Ну, и ладно, в общем, мы приняли решение, думали, а что, госпитали хорошие, все нормально, давайте сейчас будем здесь рожать. Ну, так мы и решили здесь рожать, но это, мы, согласившись на это, потом уже только поняли, что, ё-моё, мы сколько времени еще будем делать паспорт. То есть, родили мы ребенка в итоге, да, в октябре у нас родилась. Впоследствии мы что, впоследствии мы не могли выехать из Китая, потому что у нас нет паспорта. То есть, нам там сделали неправильное свидетельство о рождении. То есть, я там все эти документы заверил, там, если коротко, для тех, кто не в курсе. То есть, эти все документы заверены, переведены, все переводы заверены и так далее, всеми-всеми-всеми, предоставляю в посольство, они мне все отклоняют. В итоге месяц просто я теряю на документах. Приходится делать новое свидетельство о рождении, опять идти в госпиталь и так далее. Ну, и по этой причине, то есть, мы не могли получить паспорт, течение такого промежутка времени и и что получив паспорт в итоге до спустя 4 месяца после рождения мы не можем опять же выехать из китая потому что нет визы то есть без визы нельзя выехать то есть нам чужин сразу по звонку только мне сразу сказали что нет вам нужно обязательно делать визу в итоге мы стали собирать документы для визы в итоге нас там немножко помутузили да ну в общем собрали все что нужно сделали там опять же да я принес документы меня не пустили потому что у меня нет свежего документа о сдаче теста на барана бейси ну опять бред как бред какой-то но тем не менее документы мы подали и очень подав документы на визу чтобы нам разрешили выехать из страны да и нас закрывают на карантин закрыли карантин вот теперь мы сейчас паспорт до сих пор еще не забрали паспорт до сих пор еще в иммиграционной службе ну и вот пока такая ситуация то есть ближайшие дни сейчас мы будем забирать паспорт и обдумывать следующие шаги но наши обдумывания направлены в сторону выезда из китая ну что ж все на этом спасибо за внимание до следующего раза тони лавшиги немдази шва вся цей день всем пагеда